Россияне подозревают, что атаковать военную базу хмеймим сирийским повстанцам помогают Соединенные Штаты. Во время атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии воздушное пространство между ними патрулировал американский разведывательный самолет. Такую информацию передает ТАСС. Странное совпадение, почему в период атаки БПЛа, беспилотных летательных аппаратов, террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4 часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США «Посейдон», цитирует издание «Источник в Минобороны России». В военном ведомстве глубоко возмутились с комментарием Пентагона о том, что оборудование, используемое для атаки повстанцев на военные объекты РФ, общедоступно и находится в открытом доступе на рынке технологий. О каких технологиях идет речь, где находится данный рынок и какая спецслужба там торгует данными космической разведки, задают в Минобороны, намекая на возможную помощь американцев сирийской оппозиции в атаках на базу Хмеймим.